Быть ближе к населению и решать актуальные проблемы граждан позволит новый формат работы самостоятельных отделов Акимата. Консультативные площадки продолжают свою деятельность. Жители города побывали на приеме у специалистов, который прошел в 15-й школе. Затронуты вопросы освещения, получения жилья, обеспечения бесплатным и горячим питанием в детских садах, а также устройства детей в учебные заведения. Доступность государственных услуг населению и решение актуальных проблем граждан стали главной целью деятельности консультативных площадок. Среди обращений местных жителей были вопросы обеспечения бесплатным питанием в детских садах ребят из многодетных семей. Также положительно была решена проблема по определению ребенка в дошкольные учреждения. Многие детские сады, особенно частные, проводят акцию для многодетных семей. В некоторых детских садах многодетные матери, многодетные семьи производят оплату 50%, а некоторые детские сады полностью освобождены от оплаты. Сегодня одна родительница получила направление в детский сад Балдаврен. Там были свободные места, она об этом не знала. Она, видимо, думала, что как раньше они ждали звонка. Сегодня уже определили ребенка в детский сад. Отметим, что обращения жителей района общества слепых касались самых разных сфер жизнедеятельности. Одна из актуальных проблем – это освещение улиц в вечернее время. Кроме того, немало вопросов поступало и в отношении получения жилья. Большинство вопросов граждан касается получения жилья. Тем, кто стоит в очереди, мы разъяснили, что с 1 апреля и до декабря 2019 года необходимо обновить свою очередность и предоставить соответствующие документы. Еще один вопрос, волнующий граждан, – это проблема освещения улиц в вечернее время. Особенно улиц Каржабайулы – юбилейная. Этот вопрос направлен в коммунальный сектор и находится на контроле специалистов. Жители района, побывавшие на приеме специалистов, отмечают, что такая выездная работа государственных органов очень удобна, так как не у всех граждан есть возможность поехать в Акимат и решить там свою проблему. Я ожидала больших очередей, но, как оказалось, я зашла, меня зарегистрировали, я сразу, меня отпустили, ответили на мои вопросы. У меня вопрос жилищный. Я 32 года стою на очереди на жилье, вставала еще молодая, и вот до сих пор мне говорят, ждите, ждите. Но сегодня, вы знаете, какая-то меня радость посетила, потому что сказали, вроде бы выделили жилье в Карагайлы, и я вроде бы могу получить в этом году, наконец-то. У меня очень большая надежда. Сами представители местных исполнительных органов отмечают, что прием граждан, проживающих на окраинах города, позволяет специалистам самостоятельных отделов Акимата быть в курсе основных проблем граждан и результативно их решать. Самат Секенов, Кайрат Кожахметов, телеканал «Семей».